Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео тоже тематика верхней одежды и это пальто. Очень красивого, благородного цвета, абсолютно интересного кроя. И по этому пальто у нас было видео, мы снимаем его сейчас как обзор готового изделия для тех, кто хочет пошить. Это видео мы снимали о пошиве пальто от начала до конца. Вот у меня с левой стороны стоит пальто, там где мы недавно снимали видео, и было у нас моделирование, раскрой, была первая примерка и так далее. То по этому пальто мы шили его по готовой выкройке. Для тех, кто хочет шить по готовой выкройке, мы показывали полностью пошив. Пальто двубортное с накладными карманами, воротником. Здесь абсолютно необычный, интересный крой. Вот смотрите, кокетка, переходящая на рукав. Рукав тоже интересной формы и посадка пальто довольно удобная. Кстати, по этому пальто задавали у меня вопросы, хватает ли свобода облегания. Да, ее вполне хватает и больше добавлять ничего не нужно. Пошито, вот если там я пальто показывала, у нас отдельно подкладка была, то здесь подкладку мы соединили вместе. И нигде ничего абсолютно не тянет, ничего абсолютно не мешает. Сейчас я пальто снимаю, примеряю на себя. Сейчас отодвину манекен. Платье, в котором я сейчас нахожусь, тоже у нас есть мастер-класс. Оставим ссылочку в описании. Здесь оно не подходит под пальто, естественно, я так надевать не буду. Но как снимаем, так и снимаем, естественно, специально не одеваем ничего. Перестегну микрофончик. Застегиваю пальто. Здесь застежка идет на две пуговицы, то есть вот здесь ничего не пробивалось. И вот, смотрите, тут у меня еще маска даже, пальто я носила. Думаю, что же у меня там? Без масок мы сейчас никуда не ходим. Вот видите, кругом свободы достаточно. Это пальто было 52 размера. Поэтому свободы очень много. Длина рукава. Все, что я меняла, какие корректировки я вносила или не вносила, вы все увидите в видео о пошиве от начала до конца. Естественно, там мы и дублировали. Пальто я рассказывала, как правильно дублировать. Поэтому посмотрите это видео и будьте красивыми и неповторимыми. А если вы все-таки не хотите шить по готовой выкройке, то вы берете моделирование, раскроек, как переделать выкройку основу под себя. И сошьете пальто тоже на подкладке с рельефами, точно так же с карманами, уже по своей выкройке основе. Вот здесь у меня пальто, оно немножечко, одно чуть-чуть длиннее, наверное, другое чуть-чуть короче. То есть здесь совершенно другое. Здесь подкладка отдельно пришита, я имею ввиду, по линии низа. А здесь по линии низа мы подкладочку закрепили. И так, и так удобно, и так, и так можно сделать. Продолжение следует...